Здравствуйте! В эфире новости Первоуральска в студии Вера Иванищева и сейчас о главных событиях этого дня. В деле матери-одиночки, которая лишилась работы, поставили точку. Напомню, крановщица Татьяна Цепилова посчитала, что была уволена незаконно и через суд потребовала восстановить ее в должности и выплатить зарплату за время вынужденного прогула. В ходе заседания ответчик высказал свою позицию. Формально ее уволили за непрохождение испытательного срока. Если говорить развернуто, то есть непрохождение испытательного срока было связано с тем, что работник, на взгляд работодателя, не совсем хорошо справлялся со своими трудовыми обязанностями и ее квалификация не соответствовала занимаемой должности. Как считает работодатель, причина увольнения была неверной, а предприятие не имеет права увольнять мать, чьи дети не достигли трехлетнего возраста по закону. Поэтому ответчик заявил о готовности восстановить Татьяну Цепилову на работе. По мнению представителей прокуратуры Первоуральска, Татьяну Цепилову уволили с нарушением сроков уведомления о расторжении трудового договора. Сегодня Первоуральский суд постановил признать его прекращение незаконным, восстановить сотрудничество в должности, выплатить деньги за время вынужденного прогула, а также взыскать работодателя компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей. Частично довольна. Я надеялась, что возместят все судебные издержки. Моральную компенсацию я согласна. Это все на усмотрение суда. Апелляцию не буду подавать. Буду трудоустраиваться обратно. Сохранение социальных гарантий, поддержка семей с детьми, повышение зарплат. Проект бюджета Свердловской области на 2025 год. Сегодня одобрили на заседании регионального правительства. Доходы областного бюджета в 2025 году состоят почти 447 миллиардов рублей. В два последующих года почти 484 и 518 миллиардов рублей соответственно. Обращаю внимание, что областной бюджет должен сохранить свою социальную ориентированность. В следующем году свыше 300 миллиардов рублей из бюджета, а это более 60% всех расходов, будут направлены на социальную поддержку уральца. Более 130 миллиардов рублей направят на образование, 107 в социальную политику и почти 50 на здравоохранение. Также среди приоритетных направлений строительство социальных объектов, спорт и культура. В проекте основного финансового документа региона заложено последовательное увеличение зарплат бюджетников. Кроме того, запланировано повышение минимального размера оплаты труда. С 1 января он составит 22 440 рублей. По прогнозам, росту экономики региона будет способствовать сохранению инвестиционной активности. На Среднем Урале продолжат ускоренное наращивание производства конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции и развитие инфраструктуры для промышленных производств. Особое внимание по-прежнему будет уделяться подготовке инженерных кадров и рабочих. Далее проект регионального бюджета на следующий год передадут в законодательное собрание, где работу над ним продолжат депутаты. Почти 6000 случаев ВИЧ-инфекции было зарегистрировано в Первоуральске с 1990 года. Это вирус, который, проникнув в организм человека, воздействует на иммунную систему, постепенно разрушая ее. О необходимости выявления опасного вирусного заболевания и его профилактики расскажем в сюжете. Константин не скрывает лица и состояние здоровья. Мужчина уже 10 лет живет с диагнозом ВИЧ. Опасное заболевание, рассказывает мужчина, конечно же, не появилось само по себе. К этому привел образ жизни. Я не соблюдал никакие меры предосторожности. И в моем окружении были люди с ВИЧ. Я употреблял различные вещества, изменяющие сознание. То есть даже до сих пор я не могу сказать, каким из путей я получил ВИЧ-инфекцию. Я об этом узнал. Я был в больнице после очередной реанимации последствия употребления веществ. Я уходил оттуда, ну, можно сказать, убегал. То есть я пришел в себя, стал уходить из отделения. И доктор крикнул мне в спину, что у тебя ВИЧ-инфекция. В тот момент стал переломным в жизни Константина. Признается, сначала был уверен, что справится сам. Бросил курить, пить, употреблять и активно занялся спортом. Не было сомнений, что иммунитет сам поборет заразу. Через полтора года Константину вынесли медицинский приговор – туберкулез. Тогда мужчина, что называется, ушел в себя. То есть не было такого человека, вот как равного консультанта, допустим, каким сейчас являюсь я, который бы мог мне все это объяснить, и я бы, мне кажется, прожил это все намного легче. То есть мне казалось, что жизнь закончена, что я сейчас умру, что, конечно, я принял решение, что я буду лечиться, но все равно я где-то морально готовился к смерти. А после 8 лет приема антиретровирусной терапии, на которой Константин будет находиться пожизненно, как итог – нулевая нагрузка. В настоящее время в Первоуральске проживает 3427 человек с ВИЧ-инфекцией. Это больше 2,5% населения. Что касается текущего года, уже выявлено 93 случая, из них 59 мужчин и 34 женщины. Среди лиц в возрасте 30-39 лет – 21 человек. Это составляет более 22%. Возрастная категория 40-49 лет – это 34 человека. Это более 36%. И возрастная категория старше 50 лет – 22 человека – это более 23%. Кроме того, ВИЧ-инфекция приводит к развитию сопутствующих заболеваний. Так, у женщин чаще стали диагностировать онкологические заболевания, у мужчин – сердечно-сосудистые. СПИД опасен тем, что организм перестает сопротивляться, в итоге человек может умереть даже от обычной простуды. Врачи резюмируют – люди пренебрегают правилами защиты, и далеко не каждая жизненная ситуация оценивается как серьезная или даже опасная. Не далее, как сегодня. Утром подошел мужчина. Он у нас состоит на учете. Был половой контакт несколько дней назад. Сейчас они в таком тревожном состоянии. Заразилась ли женщина? В этой ситуации два человека виноваты. Они оба виноваты. Как поясняют врачи, благодаря своевременному лечению, подавляющее большинство пациентов в итоге имеют неопределяемую вирусную нагрузку. То есть могут иметь здоровых детей и не опасаться за своего партнера. Например, Константин сейчас называет себя счастливым человеком, который нашел свое место в жизни. Мужчина – равный консультант по ВИЧ-инфекции и химической зависимости в фонде «Новая жизнь». И мне есть чем им помочь. То есть они встречают равного себе. То есть показываю своим примером, что можно жить не употребляя вещества, что заболевания можно контролировать, что на самом деле это не сложно, это бесплатно. То есть я полностью знакомлю их как бы с «Новой жизнью». Кабинет помощи фонда «Новая жизнь» скоро откроется и в Первоуральске. В Центре помощи людям с ВИЧ и другими социально значимыми заболеваниями можно получить эмоциональную поддержку, восстановление документов, консультации по социальным вопросам и сопровождение в медицинские организации. Вся помощь бесплатная и анонимная. В Первоуральске работает филиал областного центра СПИДа. Там можно обследоваться на ВИЧ, получить лечение и любые консультации на все интересующие вопросы, касающиеся опасного заболевания. А еще в Первоуральске регулярно занимаются профилактикой, проводят экспресс-тесты. Узнать свой ВИЧ-статус можно анонимно и быстро в передвижных лабораториях. Врачи напоминают, важно потратить минуты, чтобы сохранить годы жизни. Виталий Мочин, Денис Хромцов. Новости Первоуральск. Их профессиональный долг, рискуя собственной жизнью, спасать других. Их называют героями нашего времени. Речь, конечно же, о спасателях. В этом году исполняется 35 лет со дня образования пожарно-спасательной части МЧС в Свердловской области. Ее сотрудники получают поздравления, но отмечать некогда даже в праздничный день они на рабочем месте. Мы вам вручаем памятку. Здесь написано действие на случай возникновения пожаров. Сотрудники МЧС обходят частный сектор. Скоро зима, а значит, хозяева домов будут топить печи или использовать электрообогреватели. Основные рушения требований пожарной безопасности – использование неисправных электроприборов. При использовании печей, при топке печей, незакрытая заслонка. В связи с этим происходит пожар. В рейдах проковаривают элементарные правила, которые могут спасти жизни. Люди благодарят за напоминание, но уверяют, что все под контролем. Я соблюдаю правила пожарной безопасности. У меня есть огнетушители, 4 штуки. Есть порошковые, есть газовые, есть песок. Это на случай, если гореть будет что-то такое химическое. Делать свою работу спасатели готовы даже в праздник. Сегодня свое 35-летие отметила специализированная пожарно-спасательная часть Свердловской области. Сотрудникам МЧС вручили награды и благодарственные письма. Медаль МЧС России за отличие от ликвидации последовательных случайных ситуаций. Спасатели едва ли не каждый день подвергают свою жизнь риску. Ради спасения других они тушат пожары и готовы войти в открытый огонь, как было в прошлом месяце в Каменске-Уральском, где буквально из языков пламени удалось вывести двоих жильцов. Привлекают огнеборцев к работе на крупных ЧС. Вот они в первых рядах достают пострадавших из-под завалов жилого дома Нижнего Тагила, где взорвался газовый баллон летом этого года. Когда требуется, спасатели организуют и масштабные поисковые операции, как было неподалеку от деревни Бурмакина. В июне там пропали двое детей. Их успели найти живыми. Здесь работают только профессионалы, лучшие из лучших, плюс оснащение техникой, оборудованием самое лучшее современное, так как мы выполняем задачи не только на отдельном маленьком участке, так называемом район выезда подразделения. Мы выезжаем на происшествия, чрезвычайные ситуации пожара на территории всей Суровской области. Они с честью и достоинством выполняются у служебной долг. Их называют героями нашего времени. Это те герои, которые не носят плащи. Алексей Вербицкий, Новости, Первого Райск. Они будут патрулировать специальные объекты и искать запрещенные вещества. Но это в будущем. А пока они отказались от материнского молока и привыкают к внешнему миру. Речь о щенках племенного питомника в деревне Старые Решеты. О будущих ищейках в следующем сюжете. Тот, что с черной мордашкой, барон посветлее барни. Так хвостатые братья встречают кинологов, которые ведут их на очередную тренировку. У барона, к примеру, сегодня по плану отработка стандартных команд. Ко мне. Ко мне. Хорошо. А у барни задачка посложнее. Преодоление бума и лаза. Ну а потом, конечно же, свободное время на игры друг с друг. Это тоже одна из важных частей дрессировки. А еще будущих служебных собак с малых лет приучают к ошейнику и поводку. Одним словом, социализация. Мы выходим за пределы территории питомника, чтобы они знали, что такое грузовая машина, что такое автомобиль. Бывают разные люди. То есть не только мы в погонах, но еще и гражданские. То есть что такое птицы, большие птицы, можно ли к ним подойти. То есть это основа основ. Это социализация и человекоориентирование, чтобы в дальнейшем на службе малыш не боялся. Сейчас в Первоуральском племенном питомнике Гуфсин содержится 11 взрослых собак и 52 щенка. В этом году у нас получено 16 щенков бельгийской овчарки и 36 немецкой овчарки. Уже приезжали представители Республики Башкортостан. Щенки убыли на службу в возрасте 4 месяцев. Щенки будут применяться в патрульно-розыскной службе, розыскной службе, специальной службе. Кто-то к нам приезжает уже ежегодно за щенками. Например, начальник кинологической службы из Тверской области Нина Быстрова. Сегодня на службу в другой регион с ней отправятся 4 первоуральских щенка, которых, к слову, девушка тщательно отбирала. Но из-за расстояния больше, чем в 2000 километров, делать это пришлось дистанционно. Екатерина нам сначала по видеосвязи показывает щенков, потом присылает видео, как девочки с ними занимаются, стойки, ноги, то есть все моменты, которые необходимы нам для службы. У нас три собаки пойдут на патрульно-розыскную службу, а один, это немецкая овчарка, она пойдет у нас на поиск наркотиков. Кроме того, две немецкие овчарки отправятся в племенной питомник Саратовской области для дальнейшего разведения. Еще шесть собак совсем скоро окажутся в Чуашии. Кинологи присмотрели в свои ряды пять малышей породой немецкая овчарка и одну бельгийскую. В данном питомнике мы уже год назад также получали семерых щенков, два порода бельгийская овчарка и пять породой немецкая овчарка. Все семь щенков в данное настоящее время успешно используются в разной службе, то есть показывают хорошие результаты. Щенками мы в целом довольны. Все потому, говорят служащие, что здесь они проходят действительно качественную подготовку. Щенки не боятся резких и сильных шумов, знают человека и его команды. К слову, только в прошлом году из этого питомника в территориальные учреждения ФСИН передали 67 служебных собак, а всего в регионе проходят службу более 380 хвостатых. Виталий Мотин, Александр Ушаков, Новости, Первоуральск. На сегодня это все новости о других интересных событиях. Сообщайте нам по телефону 64-92-92. Посмотреть наши новости вы можете на сайте первомедиа.ру, а также в группах телеканала в социальных сетях. У меня на этом все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok